Mass Effect 2, Alpha Protocol, Blur, Metro 2033, Kane & Lynch 2, а также кто надругался над Ларой Крофт и как отомстить китайцам за поддельные мобилы. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Привет! Недавно в сети появилась информация, что главный славянский шутер этого года, игра Metro 2033, получит дополнение о том, что же это будет в нашем сюжете. Самый успешный украинский шутер этого года, Metro 2033, скоро обзаведется дополнением Ranger Pack. Нет, в шутере про апокалипсис в московском Metro рейнджеры не появятся. Вместо них разработчики обещают добавить новое оружие, продвинутых противников и особый игровой режим. Он как раз и называется Ranger Mode. И это, как утверждают создатели из студии 4A Games, будет нечто совершенно неожиданное. Неужели монстры получат суперспособности? Или главный герой лишится всех подсказок, напарников и ориентирования? Об этом мы узнаем совсем скоро. Скорее, кстати, чем вы думаете? Дело в том, что мы поймали одного из российских издателей игры, и он нам всё рассказал. Создавая это дополнение, разработчики старались сделать игру реалистичнее, поэтому монстры будут опаснее, а оружие — смертоноснее. Также для максимального погружения в игру настоящие геймеры смогут выбрать самый сложный режим, в котором отсутствуют какие-либо элементы интерфейса. Ещё одно дополнение получит игра Mass Effect 2. Называться оно будет Overlord и добавит в игру новую планету. И, внимание, целых пять миссий! Ну а мы переходим к блоку вышедших игр, на котором сегодня затаилась ещё одна ролевая игра, но на сей раз про шпионов. 28 мая для консолей EPC вышел шпионский ролевой боевик Альфа Протокоп. Это история о приключениях, а точнее, злоключениях Майкла Тортона, правительственного спецагента, который волей судеб получил от коллег удар в спину. Ну, в смысле, его кто-то подставил, когда он выяснял, почему военная ракета сбила пассажирский самолёт. А ракета — это на самом-то деле! В общем, история грязная и запутанная. Распутывать её вам. В результате Майкл побывает в Саудовской Аравии, Италии, Таиланде и даже России, где с дружеским визитом посетит американское посольство в Москве и с ветерком прокатится на прогулочной яхте по Неве, где-то под Питер. Прокачка персонажа, сложные диалоги и большой выбор всяческих гаджетов и оружия прилагается. А ещё можно будет соблазнять девушек. Но всё-таки не так уж и плохо быть секретным агентом. Кстати, с Альфа-протоколом больше всего повезло нашим компьютерщикам. Они получили игру с русскими субтитрами. А консольщики — обломитесь! Вам доступна только английская версия. Так что если с языком туго, берите PC-шный вариант. Зато если вы с английским на «ты», да ещё и панк-рок любите, тогда можете оттянуться с музыкальной игрушкой Green Day Rock Band, которая появилась совсем недавно. 4 июня на консолях вышла очередная игра из музыкальной серии Rock Band. На этот раз никакой рок-классики, эмо-гламора и тяжёлого металла. Эта часть посвящена американской панк-группе Green Day. Эти парни уже более 20 лет шут на сцене, их альбомы разошлись по миру тиражом более 50 миллионов копий, а сами они неоднократно становились лучшей панк-рок-группой года. И вот теперь трое этих отрёздных панков оказались в видеоигре. А это значит, что теперь любой геймер, взяв пластиковую гитару или засев за игровую барабанную установку, может сбацать их мощные киты прямо у себя дома. А при желании можно даже чуть-чуть поорать в микрофон. И не важно, что петь ты не умеешь и играешь плохо. Ты ж панк, здесь самое главное — угар. И раз за три, поехали! Мы переходим к блоку не вышедших игр. И сразу хорошая новость для фанатов Halo. Новая игра из этой серии появится 14 сентября. А вот фанаты Лары Крофт, плачьте крокодилиями слезами, пейте Валиум и закусывайте всё это дело викодином. Вы только посмотрите, что сделали с вашей любимой Ларочкой. Летом на консолях и PC появится дорогая нашему сердцу расхитительница гробниц в игре Лара Крофт и Стражник Света. Вы только посмотрите, во что они превратили дорогую нашему сердцу Ларочку. В какую-то стрелялку с видом от третьего лица, нелепыми ловушками и придурковатым напарником из племени Мумба-Юмба. Никаких головоломок, никакого исследования местности. Просто бежим, уворачиваемся, стреляем и помогаем угодившему в ловушку партнёру. Грустно, товарищи! И даже режим совместного прохождения не спасает игру от уныния. Про сюжет и говорить не хочется. Какие-то дурацкие скитания по затерянному городу. Никаких интриг. Лара, Лара, что они с тобой сделали? Ну что, загрустили? Вот вам хорошая новость. Шутер про крутых спецназовцев Medal of Honor, или по-нашему Медаль за отвагу, российские геймеры получат на целый день раньше европейских. А случится это 14 октября. Да, ждать немало, но зато экшен про новые приключения Кейна и его друга Линча появится уже скоро. Всего каких-то пару месяцев осталось. Крепитесь, парни! Сладкая парочка безжалостных убийц Кейн и Линч возвращается. 24 августа они нагрянут на консоли PC в игре Кейн и Линч 2 Dog Days. И опять на долю этих серьезных мужчин выпали нешуточные испытания. На сей раз проблемы возникли у психопата Линча, любимую девушку которого, китаянку Сю, наглым образом похитили. Естественно, Кейн не мог оставить друга в беде. Значит, будет мордобой, взрывы, выстрелы и много всякой нецензурной врань. События игры разворачиваются в Шанхае среди миллионов ничего не подозревающих китайцев. При этом ролики в игре выглядят таким образом, как будто мы наблюдаем за происходящим с помощью многочисленных камер слежения. Ну что, наведем шороху в Китае? Отомстим за поддельные мобилы и разваливающиеся Кеды? С нетерпением ждем конца августа. Наверняка эту жестокую игру не одобрят в Корее. У них с этим все очень строго. Недавно они зацензурили вроде бы безобидный Старкрафт 2, вырезав из него бранные выражения и курящих персонажей, а цвет крови вообще изменили на черный. Зато теперь второй Старкрафт будет доступен даже детям с 12 лет. А вот игру по детскому мультику «История игрушек 3» цензурить не надо. Хотя, честно говоря, картофельная башка явно символизирует что-то плохое. Совсем скоро стартует премьера мультика «История игрушек 3» «Большой побег», в котором знакомый герой улепетывает со всех ног из детского сада от ужасных ребятишек. Естественно, хитрые разработчики подсуетились и к этому событию выпустили одноименную игру, которая, надо сказать, довольно неплоха. Знакомые по мультику персонажи гоняют на машинках, скачут на лошадках, сражаются не пойми с кем, в общем, дурачатся по полу. Шутки и фирменный добрый юмор мультика присутствуют, так что если вам понравились приключения пластмассовых человечков, эта игра вас не разочарует. Ну и пропускать мультик тоже вам не рекомендуем, даже если вы уже выросли из детского возраста. Просто вспомните, что взрослые — это большие дети. А что дети любят больше всего? Правильно. Игрушки. А теперь немного странностей. Если окружающая реальность кажется вам какой-то слишком серой и скучной, то можете дополнить ее с помощью вот такого комплекта «Шестое чувство». Надевайте на пальцы специальные насадки, на шею цепляйте компьютер с видеокамерой и мини-проектором, и расширение реальности наступает. Можно вывести прямо на руку мобильный телефон, делать фотки одним движением пальцев, из простой книги сделать аудио, а на обычной стене рубиться в любимую игрушку, управляя, опять же, пальцами. И еще можно вместо стены использовать, например, спину приятеля. Отличный девайс. Далее в виртуалите. Как приструнить наглых водителей, и какой русский не любит быстрой езды. С вами снова виртуалити. В этой части программы мы берем песни «Максим», переводим их на английский язык и даем послушать разработчикам, чтобы они не смогли скрыть от нас информацию по своим проектам. Итак, сегодня мы отправляемся в Англию, где живут игроделы, которые очень любят гонки. И певицу Максим. Замучили плохие дороги, достали вечные пробки, песят наглые водители на крутых иномарках, напрягают жадные гаишники. В реальности бороться со всем этим довольно непросто. Но стоит сесть за гоночную аркаду «Блёр» и пронестись по трассе, расшвыривая неумелых водил с помощью ударной волны, как все неприятности тут же забываются, и остается только чистый драйв. Но сначала отправимся в Англию, город Ливерпуль. Именно к его порту был приписан знаменитый лайнер «Титаник», экранизация гибели которого прославила актера Леонардо Ди Каприо и стала заодно самым сопливым фильмом «Катастрофа». Кстати, там же в Ливерпуле базируется одноименный футбольный клуб, пять раз выигрывавший Лигу чемпионов. Ну и, конечно, говоря о Ливерпуле, нельзя не упомянуть знаменитую группу «Битлз». Именно здесь родился этот замечательный коллектив и все его участники. Но нас-то интересует совершенно другое. Ливерпульская студия «Бизарр Креэшнс». Эти разработчики знамениты на весь мир своей гоночной серией «Проджект Готэм Рейсинг», общий тираж которой перевалил за 7 миллионов копий. Нам всегда нравились гоночные игры, и мы сами очень любим скорость и драйв, поэтому мы и передаем это чувство геймерам через наши проекты. Однако после четвертой части «Проджект Готэм» студия почему-то резко сменила направление и выпустила аркадную стрелялку «Зе Клаб», которая примечательна тем, что одного из героев зовут Иван Драгов, и он бегает по уровням «Шапки-ушанки». Но игроки встретили «Зе Клаб» прохладно, его продажи не превысили в 500 тысяч копий, поэтому разработчики вновь вернулись к тому, что у них получается лучше всего — гонка. В этот раз мы решили сделать не обычные заезды, а самые настоящие гонки на выживание. Причем все машины на трассе будут вооружены. Так родилась идея игры «Блёр» — аркадные гонки со стрельбой, всевозможными энергетическими штуковинами. Мы подумали, что всякие пушки-пулемёты — это не для гона. Пусть машины собирают на трассе специальные бонусы, а потом гуляют друг друга электрошоком или разгоняются на нитроускорении. Причем этих бонусов можно собрать только три штуки. Зато их можно комбинировать между собой и при умелом использовании ваши противники долго будут вспоминать вас плохими словами. Набранные бонусы отражаются в районе заднего бампера, и геймер всегда знает, как у него есть оружие. Знают об этом и противники, поэтому попусту тратить драгоценные энергозаряды или защитное поле не стоит. Соперники разницуют вашу беззащитную тачку в два счета. Ну, какие ж гонки со стрельбой без модели повреждения машины. Она у нас, правда, немножко упрощённая, так что с пробитым колесом и оторванным капотом вы не окажетесь сразу на последнем месте. Чтобы сделать повреждения в игре более зрелищными, мы тренировались по-настоящему на моей старой машине. Посмотрите, что от неё осталось. Жалко, конечно. Зато в Blur повреждения получились очень крутые. Кстати, все автомобили Blur сделаны по лицензии, так что если вы всегда мечтали о размазке по дороге дорогой BMW или Jaguar, эта игра для вас. А местом для проведения этих безбашенных гонок решили выбрать не вымышленные трассы, а вполне реальные места. Я тщательно изучал карты местности с помощью Google, выбирая наиболее интересные участки. Смотрел видео и фото разных городов мира. Благодаря этому у нас в игре есть совершенно замечательный Сан-Франциско вместе с мостом «Золотые ворота». Ну и, конечно, соперничество с компьютером не доставит игрокам столько удовольствия, сколько гонки с реальными противниками. Нам хотелось, чтобы в одном заезде участвовало по-настоящему много игроков, поэтому мы сделали сетевой режим на 20 человек. А если у вас есть консоль, то можете поиграть вчетвером за одним экраном. Мультиплеер — это именно то, ради чего стоит запускать Blur снова и снова. Одиночный режим вы пройдете за несколько часов, а вот по сети можно играть практически бесконечно. Мы сами порой на несколько часов к ним зависаем. Кстати, сюжетная кампания игры выполнена довольно оригинально. Геймер получает всевозможные задания с вымышленных сайтов или социальных сетей. У вас будет ощущение, что вы постоянно общаетесь с кем-то через интернет. Вам шлют ссылки, предлагают новые испытания, заезды на время. По-моему, такого сюжета в гонках еще никто не делал. Ну, мы решили сделать как стандартный режим, типа гонок на время, чемпионат или режим карьеры, так и нечто необычное. Например, соревнование на лучший трюк или заезд, в котором вам надо разбить свою машину быстрее противников. В общем, если вы любите гонки, в которых не нужно тщательно продумывать траекторию заноса, тонко настраивать автомобиль перед каждым заездом и умиляться над физической моделью машины, то Блёр для вас. Выбрали подходящую тачку, прокачали ее в гараже и вперед разносить противников на трассе. Ну, или можно позвать друзей и провести дома конкурс на самого безбашного водителя, которым главным призом будет полностью раздолбанная машина. В любом случае, мир скорости Блёр напомнит вам, что такое настоящий драйв. Да, порой не хватает такого энергозаряда, когда стоишь в пробке где-нибудь на третьем кольце. Ну, а в следующий раз мы отправимся на дикий-дикий-дикий запад прямо к создателям лихого вестерна Red Dead Redemption. Далее в виртуалити. Как испортить отпуск террористам и зачем гонщики взрывают города? Это в виртуалити. Мы вернулись и приглашаем вас в компанию трех геймеров. Они получили от нас три игры, в которые можно порубиться на вашем любимом компе. А вот стоит ли это делать? Вы узнаете, послушав наших гостей. Но для начала давайте знакомиться. Константин Подстрешный, легендарный игровой журналист. Играет с 1988 года. Любимая игра StarCraft. Выигрок больше всего ценит баги и фраги. Игорь Белкин. Выпускающий редактор портала Lenta.ru. Играет с 1996 года. Любимая игра Unreal. В играх больше всего ценит смерть и разрушение. Михаил Фишер. Телеведущий, фанат игр. Играет с 1995 года. Любимая игра Diablo 2. В играх больше всего ценит прокачку и лут. Итак, первой в руки наших геймеров попала гонка Крас. Обложка предлагает поуправлять тяжелым грузовиком на трассах разной сложности в условиях сурового бездорожья. Слово геймеров. Игра Крас является очередной спекуляцией на патриотизме наших российских сограждан. Один раз, случайно, не Крас. Это гонки по бездорожью. Или гонки по нашим дорогам. Практически одно и то же. Кто вообще в последний раз где-нибудь видел автомобиль марки Крас и в таких обстоятельствах это, черт возьми, произошло? Крас везде грязь найдет, я так считаю. Вот где есть грязь и бездорожье, там сразу и гонка. Да, в игре Крас есть две настройки игровой физики. Аркада и реализм. Единственным отличием режима реализма от режима аркада, как нам удалось выяснить, является наличие троса. Нахер он нужен, правда, непонятно, но он там тупо ездит. Зажав кнопку вперед, сидишь и мучительно смысл, как на скорости 20 км в час твоя машина пытается преодолеть эти препятствия. Вокруг дорог стоят человечки и приветливо машут руками. Для тех игроков, кто в свое время не пропустил ни одной части кармагеддона, это, конечно, мин и ловушка. Я попытался их раздавить, экран вспыхал красный, меня штрафовали еще сильнее, пришлось проезжать трассу там с какого-то момента. Вид из кабины в игре «Крас» доставляет особенно. Дело в том, что если приглядеться, становятся видны руки нашего водителя. Бог с ним, что они у***тные и угловаты. Самое главное — это во что одет главный герой. Я с удовольствием посоветую игру «Крас» всем тем людям, которые все еще верят в будущее нашего автопрома, в будущее российской игровой индустрии, в будущее российского кинематографа. Я считаю, что нужно иногда все-таки выливать на себя как-то ведро холодной воды, да. Посоветовать игру «Крас» я могу всем тем... Если уж человек решился купить симулятор грузовика, вряд ли его что-нибудь на этом пути сможет остановить. Ну, разве что только симулятор эскаватора. Посоветовать игру «Крас» я могу всем поклонникам *** гонок на больших грузовиках. Второй игрой, попавшей под раздачу, стал шутер «Террорист Тейкдаун 3». Его красочная обложка предлагает сразиться с террористами, используя современные модели огнестрельного оружия, а также оптические приборы. Что на это скажут геймеры? «Террорист Тейкдаун 3» — игра, которую сделали в Польше. Польша — известный борец с терроризмом на мировой арене. Польский шутер, он берет все хорошее, что есть в шутерах, которые делают люди из других стран, убирает это и оставляет все остальное, да. Игра «Террорист Тейкдаун 3», которую для простоты я буду называть «Мочить с артирой 3», предлагает игроку сразиться с полчищами террористов, одетых в лыжные масочки с прорезями. Для человека, который не знаком с аспектами борьбы с терроризмом, конечно, будет шоком увидеть, что как только вы оставляете бойцов вашей команды и террористов одних в какой-нибудь замкнутой комнате, то они мигом перестают друг в друга стрелять, если им кажется, что на них никто не смотрит. Игра «Мочить с артирой 3» предлагает геймерам такую уникальную возможность, как замедление времени. Ведь, правда, ни в одной игре больше не было такого, чтобы ты врываешься в комнату, и время начинает замедляться. Но вместо кинематографического эффекта создается эффект, что все в комнате немного заторможены. И спецназ, и террористы. Эта игра, возможно, будет полезна каким-нибудь людям, которые замышляют террористические акты в нашей стране. По ней можно, я уверен, отлично подготовиться, с тем, чтобы потом бойцы Альфа-Антитеррор просто размазали ровным слоем этих идиотов, да? Посоветовать игру «Мочить с артирой 3» я могу всем фанатам польских шутеров, я считаю, что этот проект займет достойное место в коллекции игр рядом с такими хитами и шедеврами, как «Алькатрадз». Вот, и, например, какая-нибудь там проклятая рвота. Поскольку игра «Террористы Экдаун 3» отличается ужасно размытой графикой, советовать ее можно людям со слабым зрением. Они в нее смело могут играть без очков, никакой разницы они не заметят. Ну и напоследок мы выбрали игру «Сплит Секонд». В ней, как уверяет обложка, мы сможем в роли элитного гонщика промчаться по городам, созданным для скорости и разрушения. Что думают по этому поводу наши геймеры? Есть такая компания «Дисней», и занимается она помимо выпуском мультфильмов про Микки Маусов, Золушек и прочих там Дональдов Даков видеоиграми. Вот, а одной из них стала игра с «Плит Секонд». Она представляет собой такой совершенно крышесносный набор из, собственно, гонок, вот, и всяких взрывов, спецэффектов и прочего-прочего. И, соответственно, это чистый адреналин, кайф-драйв, ты сидишь, гонишь вперед. То есть, это такие аркадные, быстрые-быстрые, красочные гоночки, вот, по трассам, которые все время меняются. То есть, едешь ты, допустим, по одной дороге, вдруг хуйня, 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 хуйня. То одно из двух — либо вы едете по федеральной трассе М-56 Якутскому, либо играете в «Сплит Секонд». Больше эта игра, честно говоря, напоминает какое-то пиротехническое шоу, чем, собственно, гонки. Ну, черт возьми, кому это тогда мешало. Как только вы увидите все 11 трасс, скорее всего, игра потеряет для вас всякую привлекательность. Потому что смотреть, согласитесь, по второму разу один и тот же салют вряд ли кому-то захочется. Но, с другой стороны, всегда останется мультиплеер. Прекомендовать «Сплит Секонд» в принципе можно всем. Особенно тем, кто обожает аркадные гонки со всякими спецэффектами. То есть всем. Всем поклонникам гонок, разрушений, да и вообще компьютерных игр, безусловно, стоит проиграть в «Сплит Секонд». Если это и не революция в жанре, то это такой неплохой, хороший, добротный задел на будущее и то, чего, во всяком случае, еще никто не делал. Вряд ли эта игра понравится ценителям серьезных симуляторов. А вот для тех, кто в детстве поджигал всякие ненужные вещи, например, кошку соседскую, наверняка «Сплит Секонд» понравится. Здесь все точно так же взрывается, горит, крики, лопли. Играть в это или нет, решайте сами. А на следующей неделе нашим геймерам предстоит разобраться еще с тремя играми. Также мы отправимся на дикий запад к разработчикам игры Red Dead Redemption. Сладкие байки игровых разработчиков, скорость, звенящая в ушах, амбиции, которые хлещут через край и миллион способов уничтожить зомби. Это только начало. Стэнбай.